Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Плюсом полмиллиарда сегодня депутаты Рязанской городской думы внесли изменения в бюджет. Нужно поторопиться до окончания декларационной кампании несколько дней. Живу за других. Сегодня представители социального фонда поздравили ветерана Великой Отечественной. Сегодня депутаты Рязанской городской думы больше чем на полмиллиарда увеличили расходы и доходы бюджета и также увеличили штрафы за парковку на зеленых зонах. Подробности далее. Если быть точным, то в абсолютных цифрах доходы и расходы городской казны стали больше на 574,4 миллиона рублей. Дефицит в 241 миллион, скорее всего, покроют межбюджетными трансфертами. Их тоже станет больше на 729 миллионов рублей. Основные цифры в образовании и сфере благоустройства. В том числе 169 миллионов рублей ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 150 миллионов рублей благоустройство общественных территорий. Лесопарк, парк имени Гагарина, площадь Победы с пешеходной зоной Малого шоссе, Черезовские пруды. 77 миллионов рублей ремонт дорог, участок по улице Баженова, улица Качевская, дорога в поселке Мордасово, установка дорожных знаков на пешеходных переходах. 76,7 миллионов рублей капитальный ремонт и оснащение оборудованием общеобразовательных учреждений. Еще 41 миллион ВД-каналу на модернизацию сетей, а также почти 39 миллионов на обустройство теплоцентрали в Дягилево. А еще Рязанская городская дума поддержала инициативу мэрии предложить областной думе внести изменения в закон об административных правонарушениях. Речь идет о парковках на зеленой зоне. Мы должны понимать, что мы принимаем те нормативные документы, мы с вами, которыми должны руководствоваться, пользоваться. Это есть нормативный документ по облаустройству, где стоянка на зеленой зоне запрещена. Есть такой нормативный? Вы все голосовали за него? Все голосовали. Давайте будем его сами исполнять и делать все то, чтобы наши жители города его также исполняли. Итак, за размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, расположенных в границах населенных пунктов, административный штраф теперь будет для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 35 тысяч рублей, для юридических от 30 до четверти миллиона. Ряжский путепровод уже передан в региональную собственность. Сейчас идет процесс передачи имущества. Об этом во время общения с жителями заявил глава администрации Ряжского района Андрей Насонов. Напомним, в начале месяца губернатор Павел Молков называл этот вопрос одним из важнейших шагов. История возведения Ряжского путепровода – это история трехлетнего противостояния местных жителей с весьма продуманными коммерсантами. Получив землю в аренду на 42 года, они сразу заявили о том, что проезд по новой эстакаде будет платным, а вот о судьбе альтернативного пути местные чиновники говорили как о весьма далекой перспективе. Но все изменилось с приходом нового губернатора. Взвесив все «за» и «против», Павел Молков принял, как говорят в таких случаях, непопулярное решение. Зато выкуп этого участка региональными властями полностью отвечал требованиям жителей Ряжского района. И уже в начале апреля эту сделку губернатор назвал ключевой для себя. То постановление, которое сейчас рассматривается, это важный шаг, но после его принятия еще очень много работы будет впереди. И юридических вопросов, и организационных, и строительных там еще предстоит допроектировать и достраивать некоторую часть. В любом случае это важный ключевой шаг. По условиям соглашения на выкуп путепровода областной бюджет потратит или уже потратил почти 309 миллионов рублей. Региональный Минтранс уже сообщал, что работы на этом участке выполнены на 90%. Он зарегистрирован как объект незавершенного строительства. И, как заявил во время прямой линии Андрей Насонов, глава администрации Ряжского района, на сегодняшний день путепровод уже точно собственность области. Заканчивается процедура передачи данного объекта. Я думаю, что в этом году он должен заработать. Конечно, все это не так просто. Сейчас идет передача, дальше должны быть проектные работы для достройки съезда на Петрово, подъезда к нашему моргу, ну и ремонт дорог, которые подходят к этому путепроводу. Поэтому работы ведутся. Большое спасибо еще раз всем жителям неравнодушным, ну и, конечно, нашему губернатору. Судя по всему, этим летом работа будет здесь кипеть во всех смыслах, чтобы к осени уже постараться открыть путепровод и убрать главную претензию местных. Проезд станет бесплатным. Субботу, 29 апреля, налоговые инспекции Рязанской области будут работать в особом режиме. Несколько дней остается до окончания срока своевременного предоставления декларации о доходах за 2022 год. Рязанцам, получившим в прошлом году определенные виды доходов, следует поторопиться. Категорий физических лиц, которым нужно поторопиться с подачей декларации, несколько. В первую очередь, это те, которые продавали движимое или недвижимое имущество. Что касается транспортных средств, здесь все достаточно просто. Если в собственности владение было транспортным средством более трех лет, отчитываться нет необходимости. Что касается недвижимого имущества, квартиры, комнаты, земельные участки, то здесь необходимо обратить внимание на минимальный предельный срок владения имуществом, который может быть три или пять лет. Подробная информация, какие категории налогоплательщиков должны отчитаться, представлены на сайте в специализированном разделе «Декларационная компания-2023». Поторопиться стоит и тем, кто получил что-то в дар не от близких родственников, а также тем, кто сдавал в аренду комнаты или квартиры. Если налогоплательщик, который обязан отчитаться, сделает это после 2 мая, то здесь уже будут действовать достаточно серьезные штрафные санкции. И вне зависимости от того, какая будет сумма налога к уплате, в любом случае эта сумма штрафа будет не менее тысячи рублей. Для удобства граждан предусмотрены дополнительные рабочие часы. В ближайшую субботу все налоговые регионы готовы проконсультировать, принять и забрать ваши декларации. Направить декларации 3НДФЛ можно разными способами. Удобнее всего электронным – через личный кабинет налогоплательщика или через портал госуслуг. Спонсор ежедневной информационной программы «День города» выставка продажа икра и рыбы «Камчатская». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». Сегодня сотрудники Социального фонда России по Рязанской области поздравили ветерана Великой Отечественной – 97-летнего Михаила Кузнецова. Ветеран служил в танковых войсках, принимал участие в операции «Багратион». О своих боях рассказал нашей съемочной группе. Если попадает в танк, то как будто ты сидишь в железной бочке и слышишь какие-то удары. Вот так. Михаил Кузнецов служил радистом-пулеметчиком танка Т-34. Когда парню едва исполнилось 17, его призвали на фронт. Шел 1943 год. Молодых призывников отправили эшелоном на Дальний Восток. Там три месяца обучения и звание младшего сержанта на фронт. Первый бой был под Могилевым. Когда нужно, командир командует огонь из пушки. Когда нужно, из двух пулеметов, один пулемет, который я сидел, этот не видно, куда стреляешь. Только земля, небо. Земля, небо. В кого чего стрелял я, мне даже не видно ничего. А командир видит все. Михаил Кузнецов участвовал в боевых действиях на Белорусском фронте в наступательной операции «Багратион» в освобождении Витебска. После боев бригаду переправили эшелоном на пополнение в Загорск. Там боевой путь Михаила Кузнецова и закончился. Победу встретил в казарме. Дежурный по подразделению объявляет, закончилась война. Вот. Мы все поскочили там. Радость была серьезная, да? Да, 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 да. Вот. После этого нас построили курсанты по городу, там площадь была, прошли парадным маршем, завели в столовую, в то время давали по 100 грамм. На груди ветерана красуется несколько десятков медалей, но по-настоящему гордится он лишь одной – за боевые заслуги. И пусть бои проходили в 43-м, награду он получил лишь 5 лет спустя. После войны мужчина окончил Первое Горьковское танковое училище и уже майором занимался техническим переоснащением Рязанского пехотного краснознаменного училища, будущего десантного. Сейчас ветераном 97. Сегодня его поздравили с 78-й годовщиной победы заместители управляющего отделения Объединенного социального фонда России по Рязанской области Михаил Лапицкий вручили цветы и памятные подарки. И задали, наверное, самый главный вопрос – в чем секрет долголетия? Михаил Кузнецов отшутился, он сказал, что в худобе. Но если серьезно, говорит ветеран, то живет он, наверное, за всех тех, кто погиб – боевых товарищей, двух братьев, сложивших головы в боях за страну. Сегодня Михаил Кузнецов сохраняет бодрость духа. У него двое детей, трое внуков и две правнучки. Большая семья, которая окружает его заботой и вниманием. Рязанский отряд юных инспекторов движения празднует свой полувековой юбилей. За последние пять десятилетий юидовцы сыграли важную роль в содействии дорожной безопасности и предотвращении ДТП среди детей и подростков, как в СССР, так и в России. Памятную дату увековечили посадкой деревьев. Александр Куреев – ученик шестого класса школы номер 39. В отряде юных инспекторов дорожного движения он совсем недавно. Говорит, хочет помогать сверстникам в изучении правил дорожного движения. Сегодня он вместе с другими единомышленниками, участниками отряда ЮИД, принял участие в памятной акции «Посадки деревьев в честь 50-летия отряда». Идея увековечить памятную дату таким образом родилась уже давно. И зеленую зону создадут, и память оставят. А табличка будет напоминать об участниках этой акции. В этом году движение юных инспекторов дорожного движения отмечает свое 50-летие. Эту памятную дату мы решили увековечить аллеей памяти. И здесь, у здания регистрационного подразделения госавтоинспекции, мы высаживаем каштаны. Совместно сотрудники госавтоинспекции с юными инспекторами дорожного движения. Акция – это совместная. И в ГИБДД гордятся тем, что большое количество школьников стали активными членами движения ЮИД. И надеются, что ребята и дальше будут помогать сверстникам в вопросах безопасности дорожного движения. «Рязанская краса – длинная коса» – это название одной из основных номинаций проекта «Культ про цвет 2023», который презентовал Олег Володин, парикомахер-стилист международного класса. Концепция проекта гораздо глубже, чем обычные соревнования мастеров. Это в первую очередь образовательно-просветительский проект. Образы девушек в народных костюмах с прическами от стилиста Олега Володина наглядная демонстрация того, как забытые традиции вписываются в современность. И не только гармонично вплетаются, но становятся новым направлением моды. Проект «Культ про цвет 2023» для специалистов индустрии красоты из сел и небольших городов региона не просто повысит престиж профессии парикмахер, но вдохнет новые смыслы в это искусство. «Это еще одна презентация, многосторонняя, многогранная. Презентация, во-первых, проекта «Культ про цвет», во-вторых, новых номинаций внутри конкурсного движения «Культ про цвет». «Перманент на волосах» – это новая номинация. И исторический модный образ, национально-исторический модный образ района, в нашем случае Рязанской области. Мы тоже предоставим эту номинацию, предоставим пример. Сегодня посмотрим, как это может выглядеть. Очень интересная коллаборация. Очень классно, что в Рязани ее хотят воплотить и все это совместить. Посмотрим, какая задумка у Олега и как она воплотится. Но я думаю, что здесь все взаимосвязано. И русская, и российская вообще любовь к тому, чтобы наряжаться. Наши женщины никогда не были, как европейские женщины. В том числе это и украшения себя, и нарядами, и прическами, и кудряшками. Я думаю, здесь все взаимосвязано. И в последнее время, особенно последние два года, мы все-таки активно возрождаем свои традиции. В рамках бьюти-сессии состоялась презентация крафтовых, уходовых средств для волос, разработанных лично Олегом Володиным. Колоссальный опыт работы с волосами разных типов позволил мастеру точно вычислить формулы, которые действительно работают. Это не просто замена санкционным премиальным средствам, но настоящий прорыв в российской бьюти-индустрии. Я говорю именно про линейку для кудрявых волос. Это как раз-таки то, что не хватает нашему рынку. Все девушки, у которых есть волнистые свои волосы, они стали понимать, что нужна хорошая косметика. Вот Олег нам в помощь. С 20 октября у нас произошел небольшой сдвиг, мы обновились. У нас есть шампунь, новый шампунь для настоящих мужчин «Брат». Мне бы хотелось его прорекламировать публике. Он имеет отличительные особенности. Соорганизаторы проекта «Культпроцвет» – Министерство экономического развития Рязанской области, правительство региона, парикмахер, стилист международного класса Олег Володин. Проект завершится 25 августа региональным отборочным этапом, победитель которого будет представлять Рязанскую область в городе Москва. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова